Начиная бизнес с партнерами, практически никто и никогда не заглядывает настолько далеко в будущее, чтобы сразу определить права своих и чужих наследников. А тем временем это очень важный момент. Необходимо позаботиться как об интересах своих преемников, так и подумать о том, что возможно придет время, когда придется впустить в бизнес наследников компаньона. И сколько же вопросов поступает к нам как от наследников, права которых ущемляются другими собственниками бизнеса, так и от самих собственников, страдающих от далеких от предпринимательской деятельности наследников. А все лишь потому, что никто заранее не позаботился о перспективах развития бизнеса после своей смерти. Поэтому сегодня мы поговорим о тех нюансах, на которые необходимо обратить внимание еще в самом начале создания бизнеса. Ставьте лайк и слушайте внимательно. Начнем с того, как обезопасить себя от нежелательных наследников партнера. Как правило, доля в бизнесе переходит к наследникам автоматически, в силу закона. Но такой переход доли может не устроить других собственников бизнеса, потому что преемники могут быть абсолютно далеки от этого вида предпринимательской деятельности или от бизнеса вообще, в силу чего могут препятствовать нормальной работе компании. Также надо учитывать тот момент, что на место одного из владельцев бизнеса может прийти несколько его наследников. И тогда принятие важных решений, необходимых для полноценного функционирования организации, станет еще более затруднительным. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо еще в самом начале обговорить подобные вопросы с партнерами и официально закрепить их на бумаге. В самых распространенных организационно-правых форумах, таких как Общество с ограниченной ответственностью и Непубличное акционерное общество, такая информация закрепляется в Уставе организации. Для ООО и ООО закон позволяет определить два варианта наследования долей в бизнесе. Автоматически в силу закона или согласие других собственников. Таким образом, во втором случае, когда официально закрепляется наследование только с согласием других собственников, партнеры по бизнесу сами вправе решить принимать данного наследника в общество или отказать ему. При этом в ООО собственники по своему желанию могут одних наследников принять в общество, а другим отказать. Таким образом, закрепив данное положение в Уставе, вы можете обезопасить себя от вхождения в состав организации нежелательных наследников. Но также важно помнить, что оградить необходимо не только себя от нежелательных наследников компаньона, но и обезопасить своих будущих преемников. Одним из способов является завещание. По закону завещать можно не только какое-либо имущество, но и имущественные права. То есть доли и акции по их бизнесу можно передать по наследству. Причем можно передать доли не только в существующих организациях, но и в создаваемых в будущем. В завещании лучше конкретно указывать, какие именно доли, в каком юридическом лице и кому из наследников передаются. То есть собственник бизнеса сам решает, кому из преемников он готов передать свое дело, а кого лишает наследство. Здесь также важно помнить об обязательной доле в наследстве. Законом определен круг лиц, которые наследуют независимо от условий завещания. Несовершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители и супруг. Кроме завещания, наследодатель может зафиксировать свою волю в завещательном отказе или возложении. Таким образом, становится ясно, что наследование доли в бизнесе – это очень важный и сложный момент, способный потопить любой предпринимательский корабль. Обо всех нюансах в одном видео не расскажешь, поэтому задавайте вопросы, пишите комментарии, звоните. Всегда рады помочь.